Значит, прежде чем мы приступим к обсуждению повестки дня, несколько слов о подписанных документах. Первое постановление правительства расширяет список стран, в отношении которых применяются ответные экономические меры со стороны нашего государства. Теперь к государствам Европейского Союза, Австралии, Канаде, Норвегии и Соединённым Штатам Америки, из которых в августе прошлого года были запрещены поставки некоторых видов сельхозпродукции, добавился целый ряд стран, а именно Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн, и на особых условиях Украина. Итак, эти государства присоединились к решению Европейского Союза о продлении антироссийских санкций. Они аргументируют своё решение тем, что обязаны ввести эти санкции в силу разного рода соглашений с Европейским Союзом. Но эта позиция, она лишь отчасти справедлива. Хочу отметить, что ряд государств, у которых есть аналогичные соглашения с Евросоюзом, в санкциях против Российской Федерации не участвуют. Так что присоединение к санкциям – это осознанный выбор, который означает готовность к ответным мерам с нашей стороны, каковы и приняты.